ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ У меня есть. Два часа. Все. Спасибо большое. До встречи. Пожалуйста. Счастливо. Все. Ну, хоть два часа. И то, слава Богу. Два часа. В Национальной физической лаборатории, где он и назначил нам встречу. Так, проехали. Здравствуйте. Вместе с Виталием Гинзбургом и Антони Легетом, Алексей Абрикосов в 2003 году получил Нобелевскую премию по физике за пионерские работы в области сверхпроводимости и сверхтекучести. Но парадокс заключается в том, что сама работа, его открытие, была сделана полвека назад. И, естественно, не в Америке, а в России. Вот об этом мы и собирались поговорить с Нобелевским лауреатом. Чем, как говорится, жизнь ученого более интересна, чем жизнь человека любой другой специальности? Ученому никогда не скучно. Никогда. Не бывают периоды времени, не бывают минуты, чтобы ему было скучно. Вы можете себе это не представлять, но я прекрасно это понимаю. И для этого мне не нужно никакие ни люди, ни окружение, ничего не нужно. Потому что я с своей наукой все время вместе. Я говорил, я, конечно, очень счастлив и доволен, что я получил Нобелевскую премию. Но сказать откровенно, если бы ее не было, то я бы вполне был доволен своей жизнью. Все равно. Это вы? Это я, да. Точно вы? Нет, а неужели вы не узнаете? Я так привык к этой фотографии, что я считаю, что она очень узнаваемая. Даже Света говорит, ты совершенно не изменился. Это такое же точно. Его родители поженились, когда его отцу, знаменитому профессору-медику, было уже за 50. Сохранился удивительный документ. Справка домкома о рождении нашего героя. А вам рассказывали про ваш рождение? Ну, мне рассказывали, что меня окунали в холодную, горячую воду, чтобы оживить, что я как-то не дышал. А вот самое раннее воспоминание о маме, какой вы ее помните? Она была очень деспотичная. И по этому случаю она нас с сестрой очень подавляла. А мы по этому случаю все время стремились вырваться. И я думаю, что это тоже в формировании характера, по-своему, моего, была полезная черта. Я всегда стремился к независимости. И вот это стремление к независимости, и оно именно и в науке-то оказалось очень полезным. Это правда, что вы из дома убежали на какую-то речку Хрипаньку? Да это тоже было с этим связано. И мы там, на Хрипаньке, уселись на берегу около мостика, думая, а мостик был полуразрушенный. Думая, что если какие-нибудь преследователи за нами отправятся, то нам удастся их легко сбросить речку. Ну, речка была микроскопическая. Она по ширине была вот вроде этого кабинета. Так что это было совсем маленькое такое. Прям страшно было? Ну, нисколько не страшно. Ну, да. Но наоборот, у нас было праздничное ощущение, что мы вырвались. На самом деле, я считаю, что детство у меня было хорошее. Воспитание меня правильно. Моя матушка, она, благодаря своему деспотизму, заставляла меня работать. И когда я с торжеством первую отметку принес из школы, это была тройка, то тогда она мне объяснила, как это плохо. И поэтому после этого она стала все домашние задания проверять и заставлять меня отвечать, устные предметы, в особенности история. И до тех пор, пока она не была удовлетворена. Поэтому я не мог лечь спать. Иногда это глубоко в ночь происходило. Пока я ей не отвечал как следует. Война застала детей Абрикосовых в пионерском лагере. Их срочно отправляют в эвакуацию в Казань вместе с семьями других сотрудников Академии наук. И там, в Казани, произойдет встреча, которую 13-летний Алеша Абрикосов запомнит на всю жизнь. И как курьез, и как пророчество. Была академическая столовка, в которой можно было пообедать. Вот. Ну, отец и с матерью были заняты на работу и так далее. Я отправлялся туда обедать. И вот туда приходили двое человек. Один был маленький, лысенький, с таким острым носинком. А другой был высокий, худой, с кучерявой шевелюрой. Вот это были Ландау и Лившиц. Но я в те поры не знал, кто они такие. И вот, значит, они сидят за столом. И потом, значит, этот Лившиц быстренько оглядывает весь зал, как увидит какую-нибудь интересную женщину. Он показывает тому вот. И тогда тот так на нее вытаращивается. И если она это замечает, то он очень ее смущает своим этим пристальным таким взглядом. Я говорю, кто это такие странные люди? Совершенно не умеют себя вести. А потом, значит, была объявлена лекция «Жидкий воздух». Лекцию читал доктор Физмат Наук Ландау и ассистент Лившиц. Вот. И, значит, эта лекция была очень стандартная. Значит, у него был «Жидкий воздух». Он кунал туда, скажем, резинку и разбивал ее молотком. Она разлеталась на мелкую кучу. И я увидел, что это та самая парочка, которая ходила в столовую. Я, значит, подумал, ну что такое-то. Что-то какая-то тривиальная лекция совершенно. И мне это сильно не понравилось. И после этого я решил, что Ландау это какой-то халтурщик. Вы ему об этом сказали, когда приехали? Я не помню. Наверное, нет. Все-таки. Но, конечно, он помнил. И о «Жидком воздухе». И о той нелепой встрече, когда спустя всего несколько лет он шел проситься к Ландау в аспиранте. Я Алеша Абрикосов. Мне хочется поговорить с Ивом Давидовичем. Вошел юноша, почти мальчик. Поднялся на второй этаж в кабинет знаменитого физика. Они говорили о науке, говорили о многом. Алексей Алексеевич, вам слово. Ландау меня сразу принял. Положил на стол бумажку и сказал, вот пишите интеграл такой-то, такой-то. Я сделал. Он говорит, ну вот теперь вычисляйте. Я, значит, вычислил. Он вернулся, увидел, что у меня все готово. Значит, а теперь пишите уравнение вот такое-то. Я, значит, так же это сделал. Вот. Он говорит, вот теперь вы можете сдавать мне теоретический минимум. И принес напечатанную программку. Ну вот по этой программке здесь все написано, где источники и так далее. Как предмет закончите, так звоните мне, и мы устроим экзамен. Потому что я, говорит, знаю очень хорошо, что студент занимается только из-под палки. Ну вот экзамен – это вот такая палка. Я ему сказал так. Но я-то хочу стать экспериментатором, я не хочу становиться теоретиком. Он говорит, ну а что, разве она-то помешает? Ну я говорю, конечно, не помешает. Поскольку я не был убежден в том, что у меня достаточно теоретических способностей, чтобы работать в качестве теоретика, то по этому случаю я уже для себя решил так, что если я не в состоянии буду сдать эти экзамены, то тогда в этом случае какой же из меня теоретик? На что же я могу рассчитывать? Собирая материал к фильму, мы наткнулись на эту крохотную любительскую пленку, снятую 5 мая 1961 года. В Институте физических проблем ждут великого Нильса Бора. Интересно, что в кадр здесь крупным планом попали не один, а целых четыре нобелевских лауреата, трое из которых еще не подозревают о своей участи. В первую очередь это, конечно, сам директор института Петр Леонидович Капица, о котором речь у нас еще впереди. Это Лев Давидович Ландау, учитель жизни и вдохновитель молодых физиков-теоретиков. И его ученик Алексей Абрикосов. Ну и, конечно, сам Нильс Бор, получивший премию еще в 1922 году. Помню, что я Ландау как-то раз спросил такую вещь. Да, я спросил, а возможно ли, чтобы совершенно такой обыкновенный человек, ну, вроде меня, я говорю, получил бы Нобелевскую премию. Ландау на это ответил. Ну, что же, у него у самого не было еще тогда, она была только после аварии ему, да. Он говорит, ну, что же, это бывает. Это вопрос судьбы, удачи. Им казалось, что это блестящее пиршество науки будет длиться вечно. Автокатастрофа с Ландау сломала все планы. Ландау спасали всем миром. И французы, и американцы, и датчанин Нильс Бор. И, конечно, его ученики. Абрикосов был одним из первых, кто примчался в больницу и заступил на бесконечную череду дежурств у постели учителя. Вот уход Ландау. Это была какая-то рубежная точка. Уход, катастрофа. Вы осиротели в этот момент? Что произошло? Конечно. Ну, что вы, и не только я, но вообще все... А вот вы лично, вот это вот... Ну, безусловно, конечно, но мы надеялись, что он вернется к прежнему и так далее, что он... Потому что главное спасти ему жизнь. А потом мы считали, что он... И вот когда хирург в этой первой больнице, 50-й больнице, он сказал, вы, говорит, зря хлопочете так, потому что он никогда не вернется к прежнему. Эти повреждения мозга слишком большие. Вот он сказал. И он оказался совершенно прав, этот хирург-то из той больницы. Молодой он был. Вот. Но мы все равно надеялись и считали, что главное сохранить его жизнь. Все мы питаемся крошками со стола Ландау. Эта фраза не Абрикосова, но он смело мог бы под ней подписаться. Именно Ландау принадлежит теории сверхтекучести жидкого гелия, объяснившей экспериментальное открытие Капицы, за что они оба получили Нобелевские премии. И эта теория Ландау дала толчок целой серии блестящих работ его учеников. Имеют ли отношение к физике эти кадры? Имеют, причем прямое. Катастрофы с Ландау еще далеко. Абрикосов женат первым браком и женат удачно. Ничто не предвещает перемен. Но эти вершины, эти подъемы, только внешняя сторона его жизни. А за ней стоит непрекращающееся ненамгновение работа мысли. Поток вопросов о свойствах сверхпроводников нарастает. Множество гипотез не оправдывается. Все новые и новые варианты решений отвергаются. Никак не получалось. Вот уже Ландау несколько разных идей одобрял и так далее. Но он говорит, все, вы можете считать, что решили это. Нет. Мне это не нравилось. И вот тогда я стал анализировать свое решение. Увидел, что у него какие-то странные есть свойства. Я тогда задумался над этими свойствами. И после этого вот получилась теория, с которой Ландау не согласился. Но поскольку я в это время еще интересовался другими вещами, то по этому случаю я не стал с ним особенно спорить. Заложил ее в ящик, поскольку я не был убежден в том. И после этого она там провалялась 4 года, потому что ему сказали о триумфальном, как говорит, шествии теории Ричарда Файнмана, американцев, по поводу делия, в котором такое же явление наблюдалось. А они с Лившицем написали работу на эту тему неправильную. И он пришел к нам, говорит, конечно, Файнман прав, а мы с Женькой ошиблись. Вот он что сказал. Я говорю, почему это вы... А я тогда пошел, почитал Файнмана. У нас существовал такой дух, что, мол, все, что по делию сделано в какой-нибудь другой, в другом месте, а не в Ландауской группе. Все это вранье. Поэтому мы и не читали. Но я прочитал и сказал, что он дал. Я говорю, почему вы согласились с Фанем, не согласились со мной, когда он показывал то же самое. Он говорит, вы мне что-то другое показывали. А другое тогда я достал и сунул ему. И тогда он признал, что это было то же самое. Реально увидеть абрикосовскую решетку удалось только в 67-м году. Сложнейшие эксперименты во всем мире подтвердили идею абрикосова о том, что магнитное поле способно проникать в сверхпроводники в виде правильной решетки нити магнитного потока. Потом эти нити назовут вихрями абрикосова. Они предвещали эпоху технической сверхпроводимости, сулящую огромные выигрыши. Электрокабели без сопротивления, сверхскоростной транспорт, сверхбыстрые компьютеры. Но это уже приложение. А само существо работает. Как его объяснить? Я никак не расскажу, и, во всем случае, сейчас вам не расскажу. Потому что мне нужен час, по крайней мере, для того, чтобы рассказать человеку хоть немножко понимающему. А если человек ничего не понимает, то тогда мне... Я два раза попробовал об этом рассказать людям, ну, не физикам. Один раз это была корреспондентка из Вашингтон-Пост. Она записывала на диктофон. После этого никаких последствий не было. По-видимому, это было совершенно безнадежно. Вон, видите, гуся-то. И вон, видишь, целое стадо подойдут. А они летают? О, еще как летают, они великолепные. А их можно так шугануться, и они полетят? Нет, ну, не хочется. Это у Вас желание, это киношника. Да. А на самом деле, все-таки, даже к зверям таким надо относиться с уважением. Вы начали говорить, что второй случай. Второй случай, это был некий химик, который решил выпустить статьи обо всех лауреатрах Нобелевской премии в области сверхповодимости. Вот когда он мне прислал для того, чтобы я поправил статью обо мне, то я увидел, что он совершенно не понял. Вот по этому случаю я и отвечал вам отрицательно на ваше предложение. Это невозможно. Это нужно быть специалистом. И хотя тут вещи значительно проще, чем, ну, там, по теории элементарных частиц, например, и так далее. И я один из самых лучших объясняателей или популяризаторов этого самого дела. И все равно некоторые вещи объяснить нельзя. Сказать, что его теорию приняли на ура, будет неправдой. Воровое физическое сообщество признало ее с трудом через 10 лет после публикации. Я, знаете ли, понял следующую вещь, что для человека главное, ну, для меня, Васяныч, главное – это процесс работы. Вот когда я делаю что-то такое, то вот процесс работы и то, что у меня вышло, то, что так вот моя идея оправдалась, то, что у меня все это получилось, как надо – это и есть самое главное. Потом ни публикация, ни ничего последующего уже не так важно. Я хочу всегда напечатать, чтобы не пропало. И все. Действительно, и все. Вот и все, что мы успели. Два часа истекли, интервью закончилось. Мы в полной мере ощутили на себе жесткий абрикосовский характер. Надо было уезжать из Аргона. Хотя уезжать безумно не хотелось. Ведь мы не задали и половину вопросов. Нерассказанными остались целые пласты его жизни. Те поступки, из которых этот неудобный характер и складывался. Сегодня утром произошло удивительное событие. Раздался телефонный звонок, и Алексей Алексеевич пригласил нас на ужин. Более того, он любезно согласился заехать за нами без 15,6 прямо в гостиницу. И вот теперь мы сидим здесь, в вестибюле отеля возле Скоростного шоссе номер 83 и ждем Нобелевского лауреата. Абрикосов уехал из России 13 лет назад. Уехал неожиданно для всех. А кроме того, уже я не был за 60. Ну, как искать новую работу в старом возрасте. И единственное место, куда я мог поехать, были Соединенные Штаты, потому что здесь нет дискриминации по возрасту. Они пригласили вас? Да-да, они меня пригласили на это место, когда я приехал. Они дождали мне больше, чем сначала думали. Ну, кроме того, значит, здесь уже и наука была как-то поинтереснее. Вы как-то поддерживаете отношения с коллегами из России? Ну, когда кто приезжает или на конференции встречается, да, конечно. Много народу уехало? Много. Мы не стали продолжать эту тему. Известно, что резкие высказывания Абрикосова о кризисе российской фундаментальной науки уже навлекли на него обиды и непонимания со стороны коллег. Но то, что это его боль и что она не оставляет его, это точно, хотя он и старается ее заглушить. Сам он ощущает себя гражданином мира. У меня было множество всяких дипломов и так далее. И я поэтому решил, что молчу, это они у меня валяются по ящикам, папкам и так далее. Давай мы их лучше развесим. Это верхняя, это Национальная академия наук Соединенных Штатов. Под ней это вот Лондонское королевское общество. Теперь самый верхний это вот самый такой первый из таких иностранных дипломов, который я получил. Это Лозанна. Вот. А под ним это Бодду. Вот это Американская академия наук и искусств. Это самая старая академия, в ней состоял и Джордж Варшингтон. Это диплом премии имени Ландау. Скалькова-Дзилашинского. Вот мы получили за эту книжку втроем. Это премия вот тоже с Горьковым и Динсбургом. Вот это премия за вот это за вот эту нашу цикл за тот же за тот же Ленинская премия. Но это премия имени Джона Бордино. Здесь имеются вот фотографии это отец и мать. Вот. Это Света. Это вот король его величества Карл XVI Густав. И это наш Тимошка. но когда котенком он был. Вот этот вот самый-самый удивительный диплом это вот этот вот который наверху это вот изображает диплом о присуждении мне почетного гражданина города Сент-Эмильон провинции Бордо. видишь какой такой. А когда вы первый раз выпили вино? Не знаю. В жизни вообще. Не знаю. Восян, вообще я помню что во время Казани мы были в эвакуации мне было тогда там лет 13 да 13 вот и тогда родители ну там по пайкам все получали иногда вино и вино где-то прятали а мы значит его локали с сестрицей конечно бутылка опустошилась тогда мы что сделали мы залили водой так и там в этой воде растворили красный грифель от карандаша и таким образом так сказать почти то же самое оказалось и вот пришли гости и эту бутылку выставили на стол вот и значит матушка разливает потом приюшивается говорит вино винный спирт превратился в винный уксус все вылили и выбросили таким образом мы остались бездоказанными уезжая на совсем за границу человек физик он или не физик рвет свои корни но есть такие глубинные связи которые разорвать невозможно Светлана Юрьевна жена Алексея Алексеевича вывезла в Америку коробочку из-под сладостей когда-то принадлежавшие его отцу Алексею Ивановичу Абрикосову вице-президенту Академии медицинских наук главному патологоанатому Советского Союза а тому она досталась от деда полного его тезки шоколадного короля России владельца знаменитой кондитерской фабрике позже переименованной в Бабаевскую Абрикосов дед передал дело сыновьям и в их числе Ивану вскоре умершему эта его ранняя смерть спасла его детей по крайней мере старшего Алексея от молоха революции потому что встретил он ее не наследником фабрикантов а восходящим медицинским светилом лицо гладко выбрите нижняя губа выпечена вперед так Булгаков описывает одного из своих героев профессора Персикова очень похоже на Абрикос И вот Булгаков значит спросил Маяковского я вот сейчас пишу там рассказ не знаю пишу что-то и мне нужен там профессор вот я стараюсь придумать ему фамилию и тогда Маяковский немедленно ответил Тимирзяев ответил немедленно вместе с тем он не воспользовался этой фамилией а назвал этого своего героя Персиковым а почему он назвал Персиковым там не объяснялось но я-то понимал прекрасно что поскольку Булгаков был врачом а фамилия Абрикосов моего отца была им неизвестна то поэтому он назвал Персиковым отец читал вообще вот эти роковые яйца он как-то знал что он попал в прототипы или нет не уверен не уверен отец хоть что-нибудь рассказывал вот об этих вскрытиях великих людей на которые его вызвали он же оказался носителем фантастических тайн и секретов он ничего этого не рассказывал всякие он Ленина вскрывал конечно но там конечно куча всяких слухов было насчет того что у Ленина был сифилис и так далее отец об этом никогда ничего не говорил там было более такое для нас что ли ощутимая вещь это дело врачей у меня создалось впечатление что по крайней мере мать а может быть их обоих вызывали в КГБ и очень даже усердно допрашивали но значит все-таки их не посадили это отличительная черта абрикосовского семейства способность на поступки а если о них потом и рассказывают то только смеясь опуская драму так выглядит например история о том как Алексей Алексеевич двое суток бежал по тайге чтобы привести врача к раненому товарищу и как он столкнулся при этом лицом к лицу с медведем потом ему еще долго дарили медведей на дни рождения вот такая вещь надо сказать что какие там были стихи медведь ревел как академик а абрикосов как медведь медведь ревел как академик из-за денег медведь они увидели друг друга из успуга обои начали реветь медведь ревел как академик из-за денег а абрикосов как медведь между прочим это исполняли при капице конечно я тогда еще не был академиком но когда капица услышал то у него физиономия несколько вытянулась сохранились кадры веселого юбилея Петра Леонидовича капицы еще одного знакового человека в судьбе абрикосова а вот кадров того как абрикосов собирал подписи в защиту опального академика капицы нет да и сам Алексей Алексеевич больше любит вспоминать именно этот шутливый капустник молодых физиков им же придуманный это было такое ожерелье из луковиц чеснока а внизу был символ академии и там символ представлял собой вот что стоит очередь пионеров значит чтобы наблюдать в телескоп но не стул не сидение какое-то чтобы снять а горшок и вот он значит сидит на горшке и одновременно наблюдает в телескоп а те которые в очереди они уже начали приспускать штаны а вы головы еще там такие смешные смешные головы мы вам покажем мы вам покажем значит идея такая что мы подарить капицы бутылки вина он любитель был и собиратель был в разные бутылки вина и каждая бутылка чтобы была заткнута пробкой но в пробке было бы голова соответствующего человека вот она экспериментатор это была это профессиональная искупь так делала потрясающе это теоретики подносили свои головы или все теоретики все значит они на пружинах были такие и наверху вот эти пробки с головами а вот это действительно уникальные съемки 64 год Африка российские ученые и в их числе абрикосов в экспедиции на Килиманджар я все тащила из Москвы в чемодала если бы там можно посмотреть вот это обсидиан он такой растрескавшийся ведь Килиманджар Кибо основной кратер это это же вулкан то есть это вот непосредственно с вершины вы оттуда сверху это несли в рюкзаке да ну и почему он не такой уж тяжелый ничего себе нет а но дело в том что я был единственной который потащил камень сверху а другие не потащили ну подержите его не тяжелый? да нет конечно не тяжелый камень с Килиманджар абрикосов увез с собой в Америку а вот пленка с путешествием нашлась у его друзей в Москве и с ней его рассказ сразу обрел документальные детали когда мы находились в кратере Нгору-Нгору наш джип застрял ну тут появилась машина с западно-герландскими туристами они сцепились пытался тот джип вытащить наш и не преуспел а тут эти западно-германские туристы начали значит возражать возмущаться мы не за это денежки платили чтобы кого-то вытаскивать я им сказал даже цунтойф так сказать чтобы им было бы понятнее какого мы о них мнения так вот а нам же было бы понятнее а нам не важно а это к черту я сказал виновник аварии водитель по имени ИСАУ пытался разрулить ситуацию а вы можете с ними уехать вот он нам что сказал вы можете с ними уехать с немцами? да я сказал нет ИСАУ у нас так не принято мы вместе застряли мы вместе отсюда выберемся после этого я задумался спокойно задумался и после этого спрашиваю ИСАУ у тебя есть домкрат вот что мы сейчас делаем я говорю мы подложим туда запаску а после этого мы подняли эту заднюю ось как можно выше и в результате этого машина спокойненько выехала ИСАУ потом сказал нам что вы говорит какие-то странные люди говорит я к таким не привык говорит вот как вы меня выручали там когда мы застряли а потом мы с собой взяли в подарок водку но значит как-то случай не представилось поэтому пришлось ее выпивать самим и мы пригласили ИСАУ и так далее говорит он вот меня приглашают дадут вот столечко виски и столечко газировки говорит и после этого расспрашивают расспрашивают так что язык говорит отсохнет им отвечает а вы наливаете мне вот такой стакан и не виски какого-нибудь а водки и ничем не разбавляете и ни о чем меня не спрашиваете тогда я ему говорю знаешь ИСАУ ты по-видимому действительно ничего не понял ты думаешь что мы такие же люди как те но ты говорит ошибаешься и ты говорит мы снаружи белые а внутри мы такие же как ты черные они действительно поднялись на самый высокий в Африке пик Кибо почти шеститысячник но похоже Абрикосов видел перед собой не снега Кельманджара а снега Кавказа где перед этим на научном симпозиуме в Букуриане он познакомился с женой французского физика Назьера и катался с ней на лыжах вот об этом он и думал по пути к вершине на вершине там ничего там просто положили вот деревянный ящик насколько я помню а в нем была общая тетрадка в которой люди расписывались вот это мы и сделали и вот я значит по этому случаю написал что мол один из нас а именно я посвящают свое достижение первой леди вот такого-то по счету бакурианского симпозиума так что вот это было начало вот той истории но потом бы на ней женились да интересно тринадцать лет целая жизнь стали продолжением и концом той истории горного восхождения вот это только у Аллы Пугачевой мог художник свою жизнь превратить в цветы а на самом деле превратить жизнь в кинофильм нельзя вот цвета вот цвета между прочим из всех моих трех джон она самая самая заботливая знаете когда я болел я конечно уже я и достался уже более старым много разных болезней и так далее она так самоотверженно со мной ухаживала это просто было совершенно нечто это я бы и не поверил если бы мне такое рассказали что такое возможно я хочу поблагодарить церкви розы и предлагаю распределить между нашими дамской части наших научных сотрудников и кто распределит наверное человек который наиболее джон поэтому я предлагаю Алешу Абрикозу вам не жалко тех времен ну конечно не жалко нисколько не жалко нисколько не жалко кроме того я же говорю что меня весь антураж мало заботил меня заботила сама физика сама по себе как говорится я физик тем и интересен вот еще вот такой он и есть правнук российского миллионера сын знаменитейшего советского медика ученик великих российских физиков Алексей Алексеевич Абрикосов гражданин США и Нобелевский лауреат Субтитры Абрикосов Абрикосов Субтитры Абрикосов Абрикосов Абрикас Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok